Новые игры за третью неделю ноября прямо сейчас. Людям, интересующимся историей, стоит обратить внимание на проект, созданный поляками. Так как поляки-славяне, наши культуры очень похожи и можно найти много общего. Horizon of History позволяет увидеть ключевые события в истории Варшавы своими собственными глазами. Повлиять на эти события игрок никак не может, но в образовательных целях предлагается помахать славянским топором, пострелять из лука, порубать капусту польским мечом и пострелять из блишкавицы, ППШ польского образца. Цена 249 рублей. Платформа Vive. Неожиданно для всех в Steam появился второй проект от Google. Google Earth VR. И если вы когда-нибудь видели проект Earth от Google, то это то же самое, только в VR. Можно наблюдать за планетой из космоса, а также ходить по поверхности. Сильно увеличивать нельзя, и игрок ощущает себя ростом примерно с Эйфелеву башню. Многие большие города имеют трехмерную структуру, но не надейтесь погулять по городам России. Настолько подробных данных о зданиях и улицах у Google нет даже по Москве. Тем не менее, можно погулять по городам Европы, Америки и некоторым другим локациям. Лично я буду показывать этот проект людям в качестве ознакомления с VR, так как это должно произвести нужный вау-эффект. Тем более, что данные все время обновляются, и можно ожидать новые места для исследования в ближайшем будущем. Проект бесплатный и доступен только для HTC Vive. Разработчики обещают версию для Oculus в ближайшем будущем. Если же вам не терпится поиграть в Oculus, умельцы уже обошли систему проверки модели шлема, вам стоит лишь поискать решение в интернете. Если вам был интересен проект Job Simulator, то вам стоит обратить внимание на Counter-Fight. Выполненный в похожем мультяшном стиле, игроку предлагается взять под свое управление небольшой японский ресторанчик. Нужно готовить лапшу, пельмени и подавать пиво. Прямо симулятор студенческой кухни. Иногда в ресторан будет пробираться грабитель, которого нужно спугивать, метая в него кухонную утварь. В целом, классная инди-игрушка, которая может даже помочь готовить пельмени в японском стиле. 18 ноября вышло сразу два симулятора футбола. Казалось бы, как можно играть в футбол сенсорами, которые находятся в руках? У нас было пару идей, но они не особо работали. В общем, оказалось проще. В Final Goalie Football Simulator играешь за вратаря, отбивая мячи руками, лагая их и бросая обратно. Также есть разообразные мини-игры, где нужно отбивать бомбы и попадать в цели. Еще есть локальный мультиплеер, где один игрок пинает мячи на своем смартфоне, а второй отбивает их в VR. Нужно помнить, что вы находитесь в помещении и есть вероятность разнести что-нибудь за пределами игрового пространства. Второй проект, с легко произносимым названием Header Goal VR Being Axel Riggs, предлагает стать Акселом Риксом. Кто это такой? Спросите вы. И будете абсолютно правы, ведь такого футболиста нет. Но так зовут главного героя этой игры, начинающего футболиста, за которого вы будете пробиваться к вершине славы. И для этого вам придется поработать головой. Не волнуйтесь, думать вам не придется. Футболисты этим не занимаются. Вам нужно забивать голы своей головой. Или сбивать бутуки своей головой. Или попадать в цели своей головой. И хотя я не пробовал, у меня есть беспокойство, что шлем слишком тяжел, чтобы им размахивать, когда он одет на голове. В обзорах люди пишут, что игра заставила их попотеть. Неудивительно. Цена 200 с небольшим рублей за каждый из проектов. Любопытный проект в японском стиле Lunar Stone Origin of Blood вышел для VR 19 ноября. Главный герой рубит мечом и стреляет демонов, которые вырвались в наш мир после какого-то инцидента. Не вдаваясь сильно в подробности, игра сильно напоминает Не Devil May Cry, старую, с Данты Блондином. У игрока есть сексуальные напарницы, с которыми он путешествует и уничтожает демоническую мразь. Возможности VR используются на полную катушку. А именно, можно махать мечом, стрелять по сторонам и заглядывать напарницам под юбки. И хотя Lunar Stone не хватает звезд с неба, все равно это очень любопытный проект, отличающийся от остальных шутеров с противниками нападающими волнами. Цена 395 рублей. Не только футбольные симуляторы вышли на этой неделе. Также появился официальный симулятор баскетбола от NBA. Данная игра выходит каждый год. Обычная версия. И казалось бы, ребята должны уметь делать хорошие баскетбольные игры. Но оказалось, что они не поняли смысла VR. Управлять мечом нужно нажимая на кнопки. Да, у вас есть контроллеры в руках, но ими ничего делать не придется. Мяч летит туда, куда игрок смотрит. То есть вся игра состоит из двух шагов. Посмотри, куда хочешь кинуть мяч, нажми кнопку. Очень жаль. Хотелось бы, чтобы официальная студия показала бы остальным разработчикам, как нужно делать игры для VR. Особенно за огромный ценник в 1069 рублей. Играть можно на Oculus и Vive. Если вас интересует киберспорт настолько, насколько он интересен мне, то вам понравится приложение для просмотров состязаний по Counter-Strike Global Offensive League of Legends Dota 2. Silver TV вышел некоторое время назад, но обороты оно начинает набирать только сейчас. Идея заключается в том, что можно смотреть матч одновременно в игре с определенных точек и на виртуальном экране, когда дублируется официальная трансляция. Можно наблюдать, как Navi не затащат с нескольких ракурсов одновременно. Приложение бесплатно и работает со всеми шлемами виртуальной реальности. STC Vive, Oculus, Google Cardboard, мобильники и в ближайшем будущем PSVR. Мой личный фаворит этой недели – Drunken Bar Fight, симулятор пьяных разборок в баре. И хотя проект еще не вышел, я уже предвещаю ему коммерческий успех. Где еще можно нажраться и начать нарываться в пьяном угаре, а потом получить по щам? В любом случае, обещан мультиплеер и возможность следить за чужими разборками через смартфон. «Игра выйдет, когда разработчики протрезвеют», – так написано на странице игры в Стиме. И тут есть одна проблема, так как по описанию разработчики договорились не выходить из запоя до тех пор, пока игра не будет закончена. Надеюсь дожить до этого момента. Подписывайтесь на канал, рассказывайте своим друзьям, будьте с нами. Ура! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!